Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас программа Доктор Плюс и я ее ведущий Яровой Владимир. У нас в гостях лор-врач из нашей видновской больницы Селихов Дмитрий. Мы обсудим сейчас несколько тем, я думаю, которые будут интересны. И для наших, скажем так, молодых мам, я думаю, будет интересна эта тема, эта тема аденоидов, так как очень много детей страдают этой патологией. Дмитрий, вы не можете нам рассказать, что является патологией, что может послужить, скажем, причиной этого заболевания? Ну, вообще, надо немножечко начать, наверное, с анатомии, ведь некоторые не понимают, что такое, в принципе, аденоиды. Аденоиды – это такая структура, которая располагается в носоглотке у нас. Если мы открываем рот, мы не видим этих аденоидов. Они у нас располагаются как раз-таки именно в носоглотке сзади носа. Ну, то есть, попроще. Вот если вот это, скажем так, небо, то на задней части, как раз за этим самым небом, она и будет, и не видно ее, она будет там за этим маленьким язычком, который торчит у нас, он будет его прикрывать. Да, все правильно. Они располагаются как раз сзади носа, и мы их не можем видеть глазом. Их может видеть только специалист, лор-врач, либо при определенных исследованиях, например, рентгенографический снимок. Вот, соответственно, данные аденоиды… А вот говорят, что можно, в принципе, пальцем, там, доктор его может пощупать. Это очень интересное было исследование такое, оно и пальцевое исследование называется. Да, действительно, раньше врачи за неимением рентгенографических снимков исследовали аденоиды пальцами. Залазили туда в носоглотку и трогали их пальцами. Да, было такое. Вы определяли, какого они объема, но сейчас, в принципе, в этом нет необходимости. Все правильно. Сейчас мы идем вперед. У нас есть методы исследования, которые позволяют определить это без пальцевого исследования. Аденоиды при нормальном, скажем так, расположении, в нормальном положении, в нормальном состоянии, они играют важную роль в формировании иммунитета у ребенка и в защитной функции у ребенка. В организме человека имеются 8 миндалин, которые располагаются в области рта, носа и глотки. Миндалины нашпигованы иммунными клетками, поэтому основная их роль заключается в создании барьера для патогенных бактерий, пытающихся попасть в организм. Аденоиды – это патологическая гипертрофия разрастания носоглодочной миндалины. Соответственно, если они не увеличены, они не перекрывают нос или носоглодку. То есть они не перекрывают вот это вот дыхание, которое в основном же мы дышим через нос, и таким образом согревается у нас воздух и очищается, и он проходит. И аденоиды, они входят вот в состав кольца Вальдмейера-Пирогова. Кольцо Вальдмейера-Пирогова – кольцо из миндалин, нёбных, трубных, язычной и глоточной, образующих лимфоидное глоточное кольцо в области зева, корни языка и носоглодки. Как его называют? Лимфоглоточное кольцо. Соответственно, если они не увеличены, они исполняют свою функцию. Носик дышит хорошо у ребёнка, они защищают ребёнка от инфекций. А если они увеличиваются, значит, они начинают мешать, значит, они перекрывают носоглодку. Почему это может… Увеличивается не просто так. Да, всё правильно. Почему это может происходить? В некоторых литературных источниках говорится о том, что 50% случаев – это всё-таки наследственная патология. Наследственная патология, заболевания, возникновения и развитие которых связаны с различными дефектами и нарушениями в наследственном аппарате клеток. Если у мамы, у папы, у бабушек, у дедушек были эти аденоиды, то, скорее всего, они будут увеличены и у ребёнка. Определённую роль играют инфекции, которыми болеет ребёнок. Очень сильно увеличивают и быстро, за несколько месяцев аденоиды. Это инфекционный мононуклеоз, вирусы герпеса. Инфекционный мононуклеоз – болезнь Филатова. Заболевание вирусной природы, при котором развивается лихорадка, увеличивается печень и селезёнка. Лимфатические узлы поражаются гортань, глотка. Респираторные вирусы, то есть именно вирусные инфекции, ну, скажем так, заявляются пусковым механизмом увеличением аденоидов. Соответственно, вот эти два фактора, они, как правило, предрасполагают к тому, чтобы увеличивались аденоиды. И если всё так сошлось у ребёнка на генетическом уровне, плюс он переболел определёнными инфекциями, то, скорее всего, да, они будут у него увеличены. В дальнейшем происходит что? Увеличенные аденоиды перекрывают поток воздуха. Отсюда вылазят все последующие проблемы. Ребёнок не дышит носом. Там, где он не дышит носом, там нет нормального скорости потока воздуха. Соответственно, начинаются местные проблемы. Ну, то есть мы, в принципе, такого ребёнка можно, скажем, в потоке детей, его всегда можно определить. Всё правильно, да, мы можем определить такого ребёнка. У него будут специфические симптомы, которых нам рассказывает мама. Это будет храп ночной, он может ночью прерывать дыхание, что, кстати, очень опасно, и об этом мы чуть позже скажем. Этот ребёнок будет в течение дня, когда при физической нагрузке у него аденоиды затрудняют носовое дыхание, он будет откашливаться. Это очень характерный симптом. То есть кашель при физической нагрузке побегает, начинает закашливаться. Также очень характерно для этих детей, что ребёнок часто болеет. Но он же болеет не только потому, что если нарушено носовое дыхание, значит, и кислорода будет меньше усваиваться. Он будет явно бледный, у него будет, я думаю, и гематокрит понижен и всё остальное. Всё правильно. Гематокрит – критерий, отражающий процентное количество форменных элементов в общем объёме крови. Это уже вторая сторона медали. Мы рассмотрим это как вторую, скажем так, последствия того, что аденоиды перекрывают носовое дыхание. Снижение концентрации кислорода в крови, уменьшение внимания, снижение концентрации ребёнка. Как следствие головные боли из-за этого могут быть снижение гемоглобина в том числе, уменьшение, скажем так, защитных сил организма. Это всё из-за обычных банальных аденоидов. Ну, нельзя сказать так очень уж банально, потому что, в принципе, скажем так, все вот эти проблемы, они достаточно серьёзные. Потому что такие дети, как правило, хуже учатся. Они отстают от своих сверстников. У них определённый, так называемый, ну, хабитус. То есть, у них вид определённый. У них открытый рот. Они стараются дышать через рот. У них выдвинута вперёд челюсть. Такого ребёнка, в принципе, всегда можно увидеть, он вам бросается в глаза. Потому, скажем так, только кажется, что это патология, ну, скажем так, ну, подумаешь о деноиды. А на самом деле для ребёнка это в процессе ведёт к очень тяжёлым последствиям. Да, всё правильно. Именно из-за того, что это хроническая патология. Хроническое заболевание – это состояние здоровья человека или болезнь, которая является стойкой или иным образом длительной по своим последствиям. Или болезнь, которая приходит со временем. Термин «хронический» часто применяется, когда течение заболевания длится более трёх месяцев. Это приводит к тяжёлым последствиям, с изменением челюсти и дальнейшим, например, ортодонтическим лечением. С концентрацией внимания, всё правильно и тому подобное. Вот. Соответственно, если мы говорим про увеличение аденоидов по степеням, да? Вот основной вопрос, который мамочки задают на приём – это «А какие уже у нас аденоиды?» А есть всего три степени аденоидов. Они считаются по проценту перекрытия носоглотки. То есть, насколько ребёнок не может дышать от нормального состояния. Первая степень – это 25%, вторая степень – это 50%, то есть половина. И третья степень – это 75% и более. Отсюда вытекают определённые вопросы следующего характера. А когда же нам всё-таки лечить и как их лечить? И что мы делаем с… делаем ли мы операцию или не делаем мы операцию? Конечно же, тут нельзя обобщать, и каждый ребёнок, он является индивидуальностью, личностью и со своим набором, скажем так, внешних и внутренних данных. Соответственно, каждому ребёнку определённо находится свой подход. Индивидуальный подход. Современный подход в здравоохранении, базирующийся на учёте индивидуальных особенностей каждого человека. Это глубокое, подробное и полное изучение состояния здоровья пациента, персонально подобранные, соответственно, более действенные и безопасные способы лечения, своевременная профилактика заболеваний. Ну, рассматривается, как бы сказать, отдельно остальных. Ну, есть определённые стопроцентные показания, например, для оперативного вмешательства. Терапии, которые мы используем для того, чтобы ребёнку помочь на дооперативном периоде. Оперативное вмешательство – это лечебное мероприятие, которое проводится с помощью физического или механического воздействия на органы и ткани. Проще говоря, это хирургические операции. Да, определённая, скажем так, она вносит свой вклад. Но если у ребёнка аденоиды, например, третьей степени, то терапия здесь носит лишь вспомогательный характер. Терапия имеется в виду дооперативная. Да, то есть, в принципе, здесь есть два пути. Или резать, или не резать. Ну, и какой, скажем так, как из вашего опыта, какие подходы для того, чтобы всё-таки сделать здоровым ребёнка? В первую очередь, это, конечно же, исследование самих аденоидов. Мы смотрим, лор-врач смотрит, насколько они увеличены. Собирает анамнез. Есть определённые симптомы, которые нам говорят 100% до операции. О них несколько позже я скажу сейчас. Если мы говорим про терапию аденоидов, нужно понимать, что аденоиды – это структура, не просто которая выросла здесь сейчас, и она всё стационарно. Это такой же орган, как и все другие органы. И он также может увеличиваться, уменьшаться, менять свою формацию, структуру и тому подобное. Как правило, когда дети болеют, аденоиды отекают. Они тоже болеют, это тоже ткань. Они ещё больше перекрывают носоглотку. В данном случае мы используем терапию острого состояния. Противовоспалительные препараты в нос и тому подобное. Что помогает снять отёк с аденоидов и помочь ребёнку здесь и сейчас. Как правило, такие дети из-за того, что часто болеют, много болеют. Такая терапия используется ими достаточно часто. И они очень часто посещают лор-врача. Если мы говорим про терапию аденоидов вне острого состояния. То есть терапия, когда ребёнок вроде бы ничем не болеет, но очень плохо дышит носом. То тут есть препараты, которые используются для того, чтобы убрать ещё больше этот отёк аденоидов. Их невозможно вылечить препаратами. Но можно убрать отёк и помочь ребёнку дышать носом. Но при определённой степени, конечно же, да, эта степень не должна быть больше второй. Если степень больше второй, то никакой препарат, к сожалению, не сможет помочь убрать эти аденоиды, убрать симптомы и, соответственно, помочь ребёнку. А теперь мы подойдём именно вплотную к тем симптомам, которые, да, хирургическое лечение 100% показано. Степень аденоидов – это 3, то есть 75% и более перекрытий носоглотки никаким образом никак не полечится у нас терапевтическими какими-то препаратами. Соответственно, это показания к хирургическому лечению. И в совокупности, если к третьей степени аденоидов есть апно и сна, а что это такое? Это у нас, когда ребёнок спит, он делает глубокий вдох и затаивает на нескольких секунд дыхания. То есть остановка дыхания. Да, остановка дыхания. Это крайне негативно сказывается на его нервной системе, на головном мозге, на его, в принципе, внешнем состоянии. То есть в это время перестаёт поступать кислород в мозг? Суправильно, да. Это сродни, ну, как бы сказать, на протяжении ночи постоянной задержке дыхания на протяжении получаса. То есть фактически ребёнок не дышит. Это стопроцентное показание к оперативному вмешательству при наличии третьей степени аденоидов. Более частые заболевания. Если ребёнок у нас болеет, например, раз в две недели, то бишь за год он болеет более 10-15 раз, значит, это тоже показания к оперативному вмешательству. Ну, собственно говоря, все остальные показания, они носят рекомендательный характер. То есть, например, если у ребёнка пошло осложнение какое-то на ушки, стал немножко хуже слышать и тому подобное. Ну, нужно просто объяснить, что аденоиды находятся рядом с евстафиями трубами, которые соединяются, носоглотку соединяются с внутренним ухом. Да. И, соответственно, эти аденоиды перекрывают. То есть, они могут её перекрыть и таким образом… Закрывается слуховая труба, значит, происходит неуравнивание давления в среднем ухе. Среднее ухо образовано рядом сообщащихся между собой полостей – барабанной полости сосцевидной пещеры антрум, ячеек сосцевидного отростка и отделяется от наружного уха барабанной перепонкой. Застой в среднем ухе развивается отит. Это банальное развитие отита у детей с аденоидами. Оно, ну, скажем так, вылечивается только одним – оперативным вмешательством. Никакие, опять же, лекарственные средства не помогут. Это третье показание, которое 100% ребёнок ведёт к оперативным вмешательствам. Ещё нужно сказать, что если уже есть аденоиды, значит, есть проблема в иммунном статусе. Всё правильно, да. Как правило, такие дети чаще болеют не только из-за того, что, конечно, у них аденоиды. Да, это совокупные проблемы. Как правило, у них снижен местный иммунитет, у них есть определённые проблемы со здоровьем не только в носоглотке, не только в лорорганах, но и вообще в принципе во всём организме. Ну, а вот как вы относитесь к тому, чтобы оздоравливать детей? Возить их на море, санаторно-курортное лечение? На самом деле это очень сильно помогает, потому что морской воздух, морской климат, санаторно-курортное лечение именно морского воздуха значит, что аденоиды будут восстанавливаться сами, то есть уменьшаться. Морской воздух, йод, который есть в морском воздухе, он является противоуспалительным. Микроэлементом, да, три хлора, который тоже будет уменьшать отёк. Фактически при воспалении мы используем всеми знакомый солевой раствор, да? Этот солевой раствор можно вдыхать бесплатно на море. Сейчас у нас как раз поступил вопрос от телезрителей, давайте прервёмся и послушаем. Уважаемые врачи, в последнее время вижу очень много рекламы по телевизору, в том числе противовирусных препаратов. Вот можно ли доверять этим препаратам? Здесь вопрос, если честно, неоднозначный, потому что определённую долю, скажем так, в воспалительном процессе, в оккупировании этого воспалительного процесса приносят эти лекарственные вещества, да? Да, здесь нужно смотреть, что это конкретное лекарственное вещество, потому что если мы говорим про нашу сегодняшнюю медицину, то мы смотрим на всё с точки зрения клинических рекомендаций и доказательной базы. Как правило, противовоспалительные препараты, и в том числе мы, если мы называем орбидол, то это не противовоспалительный препарат, а противовирусный. Противовирусные препараты, они используются у нас в клинических рекомендациях, они прописаны, да, мы их используем. Они отчасти помогают нам вылечить такого ребёнка, но в совокупности с другими препаратами. Да. Ну, как профилактическое мероприятие, я думаю, что в этом нет смысла. Всё правильно. Если оно может применяться только как лечебный препарат, мне кажется, и вирусные, к сожалению, вирусные наши лекарства, сейчас они недостаточно эффективны. Не все. Из всех, скажем, вирусных препаратов, это мы, скажем, интерферон, который воздействует на носоглотку, он может, в принципе, проводить, ну, улучшать состояние. И то только в определённый период, когда происходит именно начало заболевания. Я с вами соглашусь. Ещё тут нужно добавить, что есть, конечно, препараты противовирусные, например, тамифлю, которые с доказанной эффективностью, они используются при вирусах гриппа. Но здесь нельзя понять конкретно, какой вирус мы перед собой видим. И, как правило, дети, которые у нас болеют аденоидами, это первые 2-3 дня заболевания вирусной инфекцией. Они, как правило, не попадают к лору-врачу, к сожалению, в поликлинику, из-за того, что они идут первично к педиатру. Но потом уже присоединяется бактериальная флора и начинается уже совершенно другое лечение. То есть вот как раз противовирусные препараты – это именно самое начало заболевания, то есть продрома. Продрома – это ранний признак или симптом, или набор признаков и симптомов, который часто указывает на начало заболевания до того, как развиваются более диагностически-специфические признаки и симптомы. Когда вот только-только-только человек заразился, у него появились какие-то симптомы, тогда только можно, в принципе, противовирусными препаратами принести какую-то пользу. Давайте поблагодарим Дмитрия Сальхова за вот эту вот прекрасную беседу. Еще раз спасибо вам. Спасибо. Всего хорошего. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok